Мир бурлит. Тема Украины у всех на устах. И сегодня мы встречаемся с представителем федеральной национально-культурной автономии украинцы России Владимиром Амельчаком. Здравствуйте, Владимир Петрович. Спасибо большое, что согласились на интервью. Очень приятно. Еще раз спасибо вам большое. И события, которые захлестнули все медиапространство, оно касается именно освобождения Донбасса и Украины от бандеровщины и нацизма. Мнения разделились. Очень много разных мнений. Но нам бы хотелось послушать мнения именно вас, потому что вы там родились, вы там росли, у вас там родственники, вы человек, который знает украинский язык. И следит за всеми событиями. И не только российские СМИ, но и украинские. Вот хотелось бы послушать ваше мнение. Вообще, с чего это все началось? Зачем это все нужно? Ну, нужно, если что-то начинается, то обязательно у кого-то есть к этому интерес. А интерес простой. Я вижу причины, они более глобальные. А глобальные причины, они идут в геополитике. Что такое геополитика? Есть внутренняя политика, есть внешняя политика, есть ее величество, геополитика. Геополитика диктует свои права. Во главе всех конфликтов, исторических, если так взять, лежит, конечно, экономический интерес. Деньги, ресурсы, человеческий ресурс, золото, нефть, газ и все остальное, что сопутствует этому. Если мы читаем историю, конечно, мы же видим, что у нас тот же Запад, та же Америка, она всегда жила за счет чужого ресурса. Каждая страна стремится получить что-то откуда-то, чтобы жить благополучно и счастливо своим народом. Отсюда и ходили все крестовые походы на Русь. Отсюда были все фашистские походы, наполеонские, наполеонские походы. И Россия всегда отбивалась, потому что мы очень дорогой актив. Россия дорогой актив. И он остается на сегодня тоже очень дорогим. Это Северный путь, это и наши запасы природные ресурсы, это пресная вода, это человеческий ресурс, это наука, техника. Это все, что сопутствует именно благополучию жизни гражданского общества. Россия никогда не имела колоний, она никого никогда не завоевывала, она только осваивала территории, народы которых приходили и говорили, защитите нас, Россия. Так было и с Арменией, так было и с Кавказом вообще, так было и с Сибирью, когда мы осваивали Сибирь. Общаетесь с родственниками, созваниваетесь, которые на Украине сейчас? Да, вы знаете, сила средств массовой информации очень сильная, очень сильная. Если бы мы, можно сказать, жили под тем прессом, под которым живут люди там, информационным прессом, я так думаю, что многие думали, поступали и говорили так же, как говорят там. Люди слабы, люди слабы в понимании какой-то истины, в понимании какой-то правды, в знаниях исторических каких-то мотивов, интересов. Люди хотят что? Люди хотят, чтобы было спокойно в семье. Если ты даже понимаешь что-то, тебе придут, постучат люди или будут угрожать твоим детям в школе. Постучат и скажут, или ты с работы можешь вылететь вообще, или ты получишь по мордасам, или даже убьют. А так и происходило, когда революция началась в 2014 году. Там же откровенный бандитизм был. Людей сейчас уже, конечно, мы знаем. Та же небесная сотня, те же беркутовцы. В ней стреляли одни и те же люди. И это были люди с украинской стороны, это были бандеровцы. Это были наемники, которым по западным технологиям сказали, что нужно сделать. И эта революция 2014 года, если до нее как-то более легитимно все шло с выборами и со всем, что отсюда проистекает в гражданском обществе, в государственных структурах, то в 2014 году был откровенный переворот, где власть захватили люди, которые, в принципе, с улицы люди захватили власть. И они пришли к власти и начали диктовать свои условия. Запрещение русского языка, запрещение культуры, запрет на все, что связано с русским миром. Уже до чего дошло. Сегодня борются уже с русским языком, с русской литературой, с русской музыкой борются. Это, конечно, многим не нравится. Потому что на Украине, можно сказать, 50% было русских. Но после того, как эти преступления, убийства и цинизм властей дошел до такой степени, что люди стали бояться называть себя русскими. И они, естественно, ведут себя так, чтобы сохранить и жизнь своих детей, свою жизнь, работу, благополучие в какой-то степени, в котором они сейчас находятся. По вашему мнению, для чего они это делают? Для чего хотят истребить все, что касается русских на Украине? Там не то, что истребить русских на Украине, там идет гораздо глубже все. А глубже идет все, я уже говорил, это все идет от того, что миром хотят командовать. Вот есть такое понятие сателлиты. Есть сателлиты, американские западные сателлиты, это Прибалтика, та же Польша, та же Румыния, Италия, Испания. Да и его, в принципе, сателлиты Америки, потому что там стоят базы НАТО. Сателлит, но я больше в последнее время мне нравятся не сателлиты, а гарем. Он больше подходит к тем странам, которые выполняют в ущерб даже себе, в ущерб самостоятельности, интересам государственным интересам, экономическим интересам, политическим интересам, социальным интересам государству. Они идут на такие лишения, на такие несвободы, от которых теряется вообще само понятие как государство. Владимир Петрович, интересуюсь теми событиями на Украине, именно вы. Почему слушаете и российское СМИ, и украинское СМИ, вы понимаете украинский язык, да? А недостаточно российского СМИ? Вот почему и та сторона тоже? Когда ты знаешь две стороны, вот как в суде происходит. Суд рассматривает ту сторону и эту сторону, и потом выносит решение. Так и умный человек выслушает сначала одну позицию, другую позицию, и поймет для себя ту истину, которую скрывает и эта сторона, и эта сторона. Вы знаете, я вспоминаю богатейшую Ливию, ему о дарах Каддафи. Это была богатейшая страна. И просто ложь одного человека с пробиркой, что там химическое оружие, разрушила целое государство. Убиты сотни тысяч жителей. А детей сколько? И они до сих пор оправиться не могут. Это богатейшая страна была, арабский мир. Я вот почему говорю, они ненавидят Америку. Америку, когда приходят в какие-то страны, а на войну в тех же арабских странах, они ковровыми бомбардировками защищали города, а потом заходили войсками в руины. Мы на Украине, Россия на Украине, она действует, как вы видите, совершенно другими методами. Мы не бомбим города, мы не бомбим здания. Мы стараемся, чтобы люди вышли оттуда, чтобы как меньше пострадало население. Когда вы задали вопрос, как вы общаетесь со своими друзьями и с родственниками с Украины, скажу, очень сложно. Очень сложно, потому что они не знают всей правды. Там все идет в одни ворота. Владимир Петрович, в конце нашего диалога, что бы хотели сказать зрителю? Что донести до зрителя? В очередной раз Россия стоит у того рубикона, у той черты, когда мы можем сказать, быть Россией или не быть. Я уже говорил, что исторически, периодически к нам приходят с оружием, уходят битые по мордасам. И биты они только потому, что мы становимся едины, объединяется весь многонациональный народ России и идет бить врага. Мы должны определиться, с кем мы сегодня. Я, например, для себя определился уже, давно причем. Я с теми, кто все эти годы сидел в подвалах вместе с детьми под взрывы снарядов и свист пуль. Я с теми матерями и родственниками, кто сидит на аллее ангелов в Донбассе и смотрит на могилы своих детей. Я с теми, кого сожгли в Доме профсоюзов в Донбассе. Я с Олесей Пуздиной, которого убили в центре Киева. Я с тысячами, десятками тысяч тех героев, которые уже лежат в сырой земле и которые сегодня до сих пор томятся в застенках СБУ. Я даже с той небесной сотней и с молодыми беркутовцами-ребятами, которых в упор, в спину, цинично расстреливали свои же бандеровские нацисты. И вы знаете, я с теми двумя старичками недавно в Донецк прилетела ракета Точка-У и попала, оторвала ноги этим двум старичкам. И они, истекая кровью, умирая, взялись за руки. Я с теми героями, нашими солдатами, которые сегодня защищают Россию, Украину, само собой. Они, это чеченцы, это дагестанцы, это калмыки, это башкиры, буряты, татары, это русские, белорусы и украинцы. Все, там все национальности сегодня спасают Украину. Мы здесь их поддерживаем, любим и всем сердцем желаем, чтобы они вернулись в свои дома. Субтитры создавал DimaTorzok